Всего в 140 километрах от Москвы, на границе Московской и Рязанской областях, на берегу реки Осетр, находится город Зарайск. Живописный городок с древним Кремлем, который был построен еще в 16 веке, уже много лет подряд привлекает ученых-археологов, ведущих тут свои раскопки. Но не средние века интересуют ученых. На месте древнего Кремля археологи изучают времена совсем давние. Десятки тысяч лет назад здесь уже были люди. Древние люди, которые пришли в эти места. Они тогда уже были такие, как мы, только замотанные в шкуры, но природа вокруг была совсем другая. По берегам реки Осетр ходили не комбайны, а стада мамонтов. Вместо лесов была тундра-степь. Климат был совсем другой, холодный. Ледниковый период. Первая стоянка человека здесь появилась 22 тысячи лет назад. Время в ту пору текло медленно. За тысячелетия в жизни людей ничего не менялось. Как охотились они каменными орудиями, так и продолжали охотиться. Только природа менялась вокруг. Климат теплел. Стоянку древних людей археологи обнаружили неожиданно. Первые материалы нашла главный хранитель Зарайского музея Лидия Ивановна Максимова, которая, учась в МГУ, представляла себе, как выглядят кремневые изделия. И, проходя мимо Никольской башни после дождя, обнаружила кремния и бивни мамонта, торчащие прямо из травы, размытой дождем. Таким образом, памятник был обнаружен. Сейчас Зарайский музей хранит множество уникальных экспонатов. Руководитель экспедиции, научный сотрудник отдела Каменного века Института археологии Сергей Юрьевич Лев любезно согласился провести для нас небольшую экскурсию в мир древних людей эпохи Палеолита. Изначально при раскопках Зарайской стоянки экспедиции Института археологии Академии наук была поставлена цель сохранять найденные материалы здесь же, в Зарайском музее. И в 2014 году после реконструкции открылось новое здание музея, в котором мы сейчас и находимся. Таким образом, мы имели возможность с нуля сделать экспозицию Зарайской стоянки. Имеется некая концепция, по которой была выполнена экспозиция. Она начинается с прекрасных произведений искусства, подлинников, которые выставлены в центральной витрине. Это наш знаменитый бизон, выполненный из бивня мамонта, и две женские статуэтки, которые являются шедеврами первобытного искусства. Фигурка бизона отличается исключительным натурализмом в передаче деталей. Посмотрите на его глаза, ноздри, рот, уши, рожки. Все передано исключительно реалистично, в реалистичной манере. Сохранены все пропорции тела. Но при этом присутствуют и некие символические детали, как, например, челочка и грива его была передана классическим орнаментом, так называемый Костенковский крест, который мы встречаем на многих произведениях искусства Костенковской авдеевской культуры. Хвост тоже сделан в нереалистичной манере. При этом все остальные пропорции сохранены. Таким образом, наши палеонтологи могут судить о поле и возрасте животного. Они говорят, что это самка бизона, причем не рожавшая самка. Но сама по себе статуэтка несет глубокое символическое значение и связана с охотничьим ритуалом. С другой стороны от витрины мы видим экран, в котором отражены современные зарайскому бизону тенденции в палеолитическом искусстве Европы. То есть здесь показаны основные пещеры с наскальной живописью Европы и некоторые памятники. То есть тот фон, на котором была сделана данная вещь. Женские статуэтки связаны с целым пластом культуры. В научной терминологии это явление получило название гравет. Что касается территории русской равнины, здесь мы называем это восточный гравет, чтобы противопоставить его гравету западному. В плане материальной культуры они отличаются довольно существенно. Это Костенковская авдеевская культура и примыкающий к ней круг памятников. На сегодняшний день известны десятки женских статуэток. Они имеют несколько канонов изобразительных. В данном случае это так называемый авдеевский вариант исполнения. С прямой спиной, со сведенными в коленях ножками, развернутыми ступнями. Голова передана символически. И мы видим на голове рисочки, изображающие, возможно, прическу, возможно, головной убор. Руки обычно сведены на животе или под грудью. К сожалению, в данном случае сохранность статуэтки довольно плохая. Через нее проросли корни растений. Она сильно эродирована. И вот максимум, что удалось сделать в плане реставрации, вы можете видеть здесь. Вторая статуэтка изначально представлялась нам как заготовка, как недоделанная вещь. Однако же при более пристальном рассмотрении выяснилось, что эта вещь абсолютно законченная. И после того, как она была сделана, ее заполировали. Следы полировки, шлифовки хорошо видны на поверхности. Намечены ручки, но, как вы видите, она довольно стилизована. Что, впрочем, не мешало древним людям использовать ее абсолютно в том же контексте, как и большую полностью сделанную статуэтку. Они лежали в соседних ямах-хранилищах в абсолютно едином контексте. Обе ямы были перекрыты лопатками мамонтов с отверстием. В обеих ямах статуэтки лежали примерно на одном уровне. И в обоих случаях рядом был фрагмент охры и светлый высыпанный песок. То есть некое символическое действие, смысл которого понять нам, к сожалению, довольно затруднительно. В отличие от случая с бизоном, где совершенно явно мы можем говорить о охотничьем ритуале. Макет очага, классического очага, сделанный в натуральную величину, в разрезе. Очаги эти имели диаметр 1 метр. Глубиной они были порядка полуметра. Их окружали такие вот небольшие ямки, которые мы называем приочажными. Видимо, они имели какое-то функциональное назначение, потому что, как мы видим в разрезе, ямки имеют наклон в сторону очага. Возможно, туда вставлялись какие-то деревянные конструкции, и можно было что-то подвесить для того, чтобы вялить, сушить над очагом. Для удержания тепла в очаге использовались вот такие вот камни. Это два типа минералов – песчаник и пироксинит. Пироксинит до сих пор используется в современных банях и саунах, как камень, удерживающий долгое время тепло. Источником сырья служила кость, потому что очаги полностью у нас заполнены костным углем. И даже вот порой с горкой мы их находим в таком виде. Поэтому требовалась периодическая чистка. То есть люди брали, выгребали этот уголь, высыпали его за пределы стоянки. Иногда они сильно далеко, потому что мы находим вот эти вот углистые пятна, одно из которых, кстати, мы сейчас раскапываем. И порой случалось, что они выгребали этот уголь не до того места, не до той стенки, которая была изначальной, а немножечко оставляя. Таким образом образовывалась еще одна обожженная прокаленная стенка. Вот красный бордовый цвет передает интенсивность обжига той породы, в которой был выкопан очаг. И один любопытный сюжет. Когда люди оставили это поселение после сезона эксплуатации, они не вычистили очаг, оставили его в таком виде. И за это время, пока их не было, а это была зима и весна, по плотности между породой, в которой он был выкопан, и костным углем, который я заполнял, прошла трещинка. Видите? Весной она была замыта светлым песочком. Потом в летний сезон люди пришли, опять вычистили этот очаг, но не дошли до этой вот изначальной стенки, а использовали уже вот эту вот стеночку. Таким образом нам оставили маркер, говорящий о сезонах использования этого объекта, и о том, что люди приходили и возвращались на одно и то же место на протяжении нескольких сезонов. Но порой они меняли свою локацию, перемещаясь по Кремлевскому холму и по соседним холмам, располагаясь на соседствующих участках. Мы видим здесь структуру поселения, центральное линии очагов, эллипсом идут полуземлянки, и обратите внимание на затянувшиеся мерзлотные трещины, которые пересекают поселение. Это все абсолютно аутентично и связано с материалами, полученными из наших раскопок. Данная витрина представляет коллекцию каменного инвентаря зарайской стоянки, ну и в более общем смысле Костенковско-Авдеевской археологической культуры. То есть здесь показан полный цикл раскалывания, начиная от желваков, которые древние люди находили в большом количестве, в непосредственной близости от стоянки, обрабатывали их в соответствующей специфической технике, получение преформы, пренуклеуса, бифаса фактически. Вот на данном ролике показан реконструированный полный цикл обработки, исходя из наших знаний о технологии древних людей. То есть как они выполняли какую операцию, что они делали каждый раз перед тем, как снять одну пластину, а это было довольно-таки непросто, получить вот такие вот вытянутые широкие заготовки. С пренуклеуса снималось ребро, получалась вот такая вот ребристая пластина, это отход производства, и далее они снимали широкие пластины, несколько изогнутые в профиль, как мы можем увидеть. Они служили основой для производства большей части орудий труда. Ну, самыми яркими из них являются наконечники. В частности, вот эта вот группа, так называемые листовидные наконечники. Они имеют такую листовидную форму и характерную плоскую ретушь со стороны брюшка, основание и подработку пера в некоторых случаях. Затем группа наконечники с боковой выемкой. Это практически идентичное орудие, единственное, у них оформлена боковая выемка. Видимо, это способствовало монтажу наконечников на древко. Наконечники разной формы. Есть очень крупные, до 16 см, и есть супермаленькие, буквально 2-3 см. То есть, видимо, мы можем говорить об их разнообразном применении от копий до стрел для лука. Далее группа ножей костенковского типа. Это вот те самые ножи по мясу, ну и по другим материалам, основное орудие труда. Люди освоили технологию производства тонкого вытянутого скола, который подживлял, как бы приострял край ножа. Таким образом, он вновь становился острым, и они могли продолжать работу. И такие операции они повторяли периодически, как только нож тупился. Потому что кремень, его уже невозможно заточить, как современный металлический нож. Поэтому технология была такая. Ни в какой другой археологической культуре такая технология неизвестна. Затем в правой части представлены скребки орудия, которые использовались для обработки шкур. И здесь имеется ролик о современном чукотском населении, как они обрабатывают шкуры на сегодняшний день. Очень много аналогий наблюдается. Есть комбинированные орудия. То есть, с одной стороны это может быть скребок, с другой стороны резец. Или с одной стороны резец, с другой нож костенковского типа, с разных концов. То есть, тогда уже существовали мультитулы. В левой части представлены разного рода резцы. Резцы двугранные. Вот видите, резец, у которого спущен один резцовый скол, и он служил площадкой для снятия второго резцового скола. Иногда им нужны были другие формы. Например, резец под 90 градусов. Тогда они брали сломанную пластину и спускали вертикальный резцовый скол, резцы на изломе. В некоторых случаях площадку для снятия резцового скола оформляли с помощью ретуши, ретушные резцы. Кроме того, интересна группа проколок, проколки, сверла. То, что использовалось для проделывания отверстий. У нас есть одна сверленная вещь, конус, сделанный из бюня мамонта. И, наконец, вкладыши охотничьего вооружения, пластинки с притупленным краем. Они служили в качестве комбинированных орудий. То есть основой был наконечник, например, из бивня мамонта один такой у нас есть, в котором проделывался паз, и туда на клее вставлялись пластинки притупленным краем вовнутрь и приостренным краем наружу. Таким образом, поражающий эффект такого наконечника сильно увеличивался. Ну и можно было с легкостью заменить поврежденную пластинку на другую, на том же клеевом составе. Данная витрина посвящена реконструкции производства кремневых изделий. Если обычно мы видим отходы производства, допустим, их отщепы ненужные, со шкуры прямо взяли и скинули в какую-нибудь яму или в мерзлотную трещину, и мы не видим полной цепочки, то вот здесь она представлена целиком. Нуклеус, все пластины, все отходы производства и то, чем они были сколоты. Это отбойники. Отбойники из рога, бывают они из бивня, по всей видимости. Отбойники из камня твердого, из камня мягкого. Отжимники, которыми делалась ретушь из рога и кости. Вот, в частности, такой отжимник, он же ретушер, представлен у нас в витрине с костяными изделиями, куда мы сейчас переходим. В большом количестве на стоянках мы находим фумнистические останки. Это, в первую очередь, кости и бивни мамонтов. Можно предположить, что люди добывали их на естественных местонахождениях. То есть, местах, где погибали животные, местах, куда туша животных выносила весеннее половодие. Но, разумеется, мы не исключаем и возможность охоты. Однако, крайне сложно предположить, что несколько десятков особей, которые мы находим на одном поселении, могли быть единомоментно добыты в качестве охотничьей добычи. Таким образом, мы предполагаем, что все-таки значительная часть костей приносилась на место из естественных местонахождений. И они служили топливом, как мы знаем, для обогрева, для готовки еды, и источником для производства разного рода орудий труда и произведения искусства. Вот здесь у нас на этом ролике наш петербургский коллега Евгений Юрьевич Гиря на свежем бивне мамонта, добытом из мерзлоты, показывает древние технологии, каким образом кремневыми орудиями можно было извлечь из бивня фрагмент и сделать из него орудие труда. Вот, в частности, у нас представлены наконечники из бивня мамонта, разного рода крупные орудия, например, мотыги. Ну и довольно известная категория орудия — это лопаточки. Они бывают как из бивня, так и из ребер мамонта. Назначение их не очень понятно. Здесь есть и символические вещи, назначение которых непонятно. Например, конус из бивня мамонта с просверленным отверстием — это единственный пример на нашей стоянке сверления. Потому что все предметы с отверстиями, например, сотни зубов песца, они были прорезаны тонким уголком пластины. Орнамент здесь довольно характерный, так называемый Костенковский крест, который встречается на разного рода изделиях. Присутствуют у нас и любопытные вещи, например, гравировка, выполненная на фрагменте ребра мамонта, представляющие собой мамонтов, изображенных в профиль. Хобот, переход к черепу, челочка, горб, показанные линиями бивни, ноги. Здесь как минимум три силуэта мамонтов изображены. И на них направлены две группы прямых линий, которые что-то символизируют. Может быть, летящие стрелы и копья. Но здесь можно только догадываться. Довольно много встречается следов обработки кости, следов разделки кости. В частности, на одной из лопаток мамонта нанесены следы, говорящие о том, что отделялось мясо. То есть, по всей видимости, мы имеем дело с примером охоты на этих животных. Встречаются кости северного оленя. Вот единственный эпифис, который был отпилен, там следы пиления видны. Кости росомахи, зайца, волка, песца. И имеется одна челюсть лошади, а также фрагмент черепа бизона. Это череп шерстистого носорога, но он, как и данные бивни зубы, не со стоянки, а из естественных местонахождений в Зарайском районе, из реки. Был найден, по-моему, в начале 20 века. Из костей птиц делались предметы, которые называются игольники. То есть, обрезались эпифисы с двух сторон, иногда наносился орнамент. Ну, игольник название условное, потому что хранили в нем иголки или нет, мы не знаем. Но, безусловно, что-то в них хранили. То есть, могли сделать пробочки с двух сторон, одну вынимающуюся. Потому что иголки в это время, в принципе, уже известны. Из предметов быта вот еще одна интересная вещь, проколка у нас имеется. Косточка с заостренным, намеренно заостренным концом. В 2016 году у нас были охранные работы, связанные с проведением электричества, чтобы подсветить стены Кремля. И были проведены траншеи от той башни до крайней караульной башни и до этой башни. Таким образом, мы нашли еще два новых памятника, получивших название Зарайск-И и Зарайск-Ф. Вот, собственно, ими мы и занимаемся последние два года. Начали раскопки памятника Зарайск-И, сделали площадь 40 квадратных метров. В этом году прирезаем еще столько же, уже поняв, куда уходят объекты, ямы, очаги, землянки. Так что перспективы у нас здесь большие. Мы собираемся расширять этот раскоп, двигаться в сторону Зарайска-Ф, караульной башни. Там тоже богатейший культурный слой. Он находится и снаружи Кремлевских стен. Там у нас тоже были разведочные траншеи. Таким образом, перспективы здесь на многие десятилетия и на поколение работы археологов.